Послание высоких ожиданий. Так большинство россиян охарактеризовали сегодняшнее обращение президента России Владимира Путина к федеральному собранию. Накануне глава государства заявил, что выступление будет посвящено главным образом внутренним вопросам – здравоохранению, социальной политике и экономике. Послание стало 17-м по счету для Владимира Путина. Буквально сразу же после завершения послания в социальных сетях политиков появились комментарии. На своей странице в Инстаграм глава Чуваши Олег Николаев подчеркнул, что в обращении нашли отражение главные принципы развития регионов и страны в целом. Поставлены задачи в направлении народосбережения. В сегодняшнем послании, прежде всего, развил те направления действий всех органов исполнительной власти и законодательной власти в плане, прежде всего, реализации политики народосбережения. И здесь очень важно отметить то, что помимо всех тех традиционных направлений нашей деятельности, это укрепление системы здравоохранения, укрепление системы образования и, конечно же, создание комфортных условий проживания, Владимир Владимирович сегодня обозначил конкретные меры поддержки, прежде всего, семей, различных категорий семей. Это, прежде всего, многодетных семей, семей, которые имеют неполный характер. Депутат Госдумы Алена Аршинова считает, что сегодняшнее послание гармонично продолжает предыдущее. Оно сосредоточено на задачах национального, социального и экономического развития. Владимир Путин говорил о социальной поддержке детей и их родителей. В ближайшее время в России построят еще 1300 новых школ, закупят 16 тысяч новых школьных автобусов. 10 миллиардов рублей направят на оснащение педагогических вузов. С этого года будет осуществляться выплата пособий по временной нетрозаспособности родителям-дошкольникам в размере 100%. А также единовременная выплата детям школьного возраста с 1 сентября в размере 10 тысяч рублей. Подчеркнул, что фактически уже в этом году президент поручил возвращать родителям половину стоимости путевки в детский лагерь. А также в том числе и поддержать студенческий туризм и предложил запустить проект проживания в кампусах университетов по всей стране. Для нас очень важно, что мы в том числе и обновляем наш школьный автопарк, то есть это школьные автобусы. Мы фактически обновляем скорые помощи по всей стране и это касается Чуваши. С точки зрения финансирования и создания на базе высших учебных заведений бюджетных мест и увеличения этого количества для нас это очень важно, потому что это тоже ответ и помощь нам в ответе на вопрос, как сделать так, чтобы наши ребята оставались учиться в наших высших учебных заведениях. Понимая, что у нас очень хорошая база, у нас очень хорошие вузы, хорошие преподаватели. И увеличение количества бюджетных мест, соответственно, и та самая мотивация для ребят, чтобы они выбирали, оставались и в перспективе развивали нашу республику. Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры для поддержки малого и среднего бизнеса, восстановить рынок труда. Будут запущены программы льготных кредитов для турбизнеса и развития студенческого туризма. Особое внимание было уделено развитию регионов, строительству жилья и дорог. Субъекты Российской Федерации получат новые институты развития. Это инфраструктурные бюджетные кредиты, как было сказано президентом страны в послании сегодня. Эти бюджетные кредиты будут выдаваться под 3% годовых на реализацию проектов на территории всей страны. Ну, касаясь нашего субъекта, Чувашской республики, мы можем использовать эти инфраструктурные бюджетные кредиты для строительства дорог, для строительства школ, больниц, благоустройства общественных пространств. Хорошие перспективы открываются перед людьми искусства. Для Человека культуры создается фонд грантов. И, конечно же, благодаря этим грантам можно реализовать разные проекты. И, насколько я запомнила, с послания 24 миллиарда рублей отпускаются именно районным дворцам культуры, музеям, школам. Это же, конечно же, очень большая поддержка для молодежи, для развития. Именно было это очень отрадно слышать. Продолжение следует... КОНЕЦ